Всем привет! Я Атажанов Тимур и мы снимаем очередной видеоролик о том, как я выращиваю томат в закрытом грунте. Сегодня 3 марта 2019 года и наши растения полностью готовы к пересадке в теплицу на постоянное место. Напомню, что 14 января мы получили первые всходы, 30 января мы распекировали наше растение с кассеты 160 ячеек в пол-литровый стаканчик. И сегодня в возрасте 48 дней от сходов мы пересаживаем в теплицу, в которой находимся. Мы уже перевезли наше растение с маточника. Растение находится в теплице. Растение имеет такой внешний вид, это компактная рассада, толстый стебель, на котором находятся 12 настоящих листьев. Хорошо видна первая кисть, уже вторая видна и третья кисть. Корневая система белая, хорошо развита. Это означает, что у нас не было сброса по корневой системе из-за пересушивания стаканчика. И тортяной стаканчик полностью заполнил корневой системой снизу доверху. Это также означает, что стратегия полива во время выращивания растений в стаканчике ввелась правильно. Первый полив у нас был большой дозой, что заставило корневую систему спуститься вниз тортяного стаканчика. И остальные поливы были меньшей дозой, более дробные. И корневая система в поисках воды поднялась в верхние слои торфа. И мы получили в конечном итоге тортяной стаканчик, который полностью заполнил корневой системой. И такое растение с такой корневой системой максимально быстро проживется на новом месте в теплице. У нас теплица, в которой я нахожусь, это теплица 10 на 50. 50 метров у нее длина, 10 ширина. Полезная длина теплицы 48 метров. С каждого края по метру мы оставляем. Это техническая зона для разворота с опрыскивателем и укладки труб отопления и шланг для полива. 48 на 10 это 480 метров квадратных, полезная площадь. На этой площади мы размещаем 10 рядов. Два ряда у нас крайних, слева и справа от меня, вдоль всей теплицы. И 4 ряда у нас спаренных, двойных. Междуряди у нас 1,30 метра и расстояние в спаренных рядах в середине 50 сантиметров. Расстояние между растениями в ряду 35 сантиметров. И таким образом на 48 метрах у нас вмещается 135 растений. А таких у нас 10 рядов. 1350 растений в данной теплице мы разместим. Разделить на 480 метров квадратных полезной площади, мы получаем 2,8 растения на метре квадратном. Густота стояния. Это оптимальная густота для данных гибридов, которые мы выбрали. Напомню, что у нас 4 основных гибрида. Которые бастина, панамера, капонет и врестлер. Сейчас мы проводим пересадку, аккуратно вынимая наши растения со стаканчика, с целью сохранить корневую систему, чтобы не было лишних надрывов, разрывов корневой, чтобы растение быстро прижилось на новом месте. И вставляем в отверстие, в углубление в почве, которое мы заранее сделали. Почва прогрелась уже до 15-16 градусов. Вставляем и прижимаем с боков почвой торфяной стаканчик. Главное условие, чтобы почва была вровень с торфяным стаканчиком и ни в коем случае не попала на стебель растения. Так это может привести к заболеванию шейковой гнилью. Мы садим вровень. И дальше мы улаживаем трубки от полива. Использую трубку толщиной 8 милл. Расстояние между эмиттерами 20 см. И водовылив каждого эмиттера 1 литр в час. Производитель данной трубки, что мы используем, фирма Ирригатор Украина. Первый год ее используем, испытываем. И теперь мы подходим к тому моменту, что позволит нам максимально быстро и хорошо укоренить растения на новом месте. Для этого необходимо сделать следующее. Мы включаем полив и поливаем чистой водой наши растения. Чистой водой, в которой нет удобрений, азота, фосфора, калия. А только будет присутствие полезных микроорганизмов. Я использую у себя в теплицах препарат Байкал-М и добавляю к нему препарат Росконцентрат. Байкал-М из расчета 1 литр на теплицу на 480 м2 и пол-литра Росконцентрата. Росконцентрат я использую самый простой, это 5-5-5. Для чего это все необходимо применять и использовать? Нам нужно создать оптимальные условия для развития корневой системы. Байкал-М нам нуждается для того, чтобы заполнить корневую систему полезными бактериями, которые в нем находятся. А Росконцентрат нужен как источник гуматов для подпитки бактерий, которые находятся в этом препарате, чтобы они как можно дольше жили и развивались, и защищали наши корни от болезней, которые находятся в почве. Так как у нас в году 2 оборота томатов, у нас нету севооборота, и в почве накапливаются болезни. И нам нужно заполнить корневую зону полезными микроорганизмами. Можно использовать любые доступные препараты биологического происхождения, в котором есть полезные бактерии. Триходермин, планориз, агробак, байкал. Я использую байкал, потому что у нас во складе он есть. Мы его используем на зерновых, на овощах открытого грунта, и мне так проще его использовать. Вообще можно использовать любой, который есть. Главное, чтобы это был активный препарат, свежий, который будет работать. И таким образом, поливая нужным нам раствором, чистой водой, корневая система охотно выходит с торфяного стаканчика. Так во время роста наших растений мы их поливали. Мы поливали и все время насыщали наш стаканчик солями. Каждый раз мы поднимали электропроводность раствора. И последний у нас полив был электропроводностью 3,2. То есть сильно засолен тортяной стаканчик. И поливая чистой водой, создавая нужные условия, корень неохотно выходит с этого стаканчика и укореняется в почвенной массе. И получается, что через 3-4 дня мы уже увидим в почве, как корни вышли со стаканчика и активно развиваются. И не нужно использовать никаких дорогих корнестимуляторов. Чистая вода и полезные бактерии – это лучший корнестимулятор для приживаемости растения на постоянном месте. В дальнейшем у нас будет полив уже с удобрениями. Следующий полив у нас будет через 8-10 дней от первого. И там уже у нас будет набор НПК, кальция, еще магний, сера в нужном мне соотношении по элементам питания и для нужной фазы развития. Следующее видео у нас выйдет где-то через 10 дней. И там я расскажу, как я кормлю растения на постоянном месте в теплице. Продолжение следует...